17.00 на часах в студийных. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Надежда Савельева. Впереди у нас целый час прямого эфира 22.60.11. Номер наш. Представлю гостей. Екатерина Бондаренко, командир отряда волонтёров-медиков. Здравствуйте, Екатерина. И также Мария Руденко, участник отряда волонтёров-медиков. Здравствуйте, Мария. Мы уже не раз показывали сюжеты. И девушки у нас, в принципе, и в первом, и во втором сюжете были. Они представляли нашу республику на всероссийском чемпионате по указанию первой медицинской помощи. И, собственно, не так давно девочки вернулись. Но они не вдвоём, естественно, были. Была целая команда. Победили на республиканском уровне и защищали честь Хакасии уже на всероссийском. Сегодня девчата, конечно же, поделятся впечатлениями. Поговорим не только об этом чемпионате. Есть ещё такие интересные, любопытные вопросы. Если желаете присоединиться к нашей беседе, звоните 22-60-11. Ну что, хотелось бы с чего начать. Наверное, как вы вообще попали в это медицинское, так скажем, сообщество? Почему вообще возникла такая идея стать именно волонтёрами-медиками и научиться оказывать первую помощь? Расскажите предысторию, как у вас вообще получилось. Думаю, начну я, как командир отряда волонтёров-медиков. Всё началось с того, что мы поступили в биолого-химический профиль. То есть изначально наша основная цель была поступить в медицинские университеты. И так как мы являемся участниками движения первых, там есть очень много различных видов волонтёрской деятельности. Это волонтёры культуры, волонтёры победы. И одним из таких направлений стал отряд волонтёров-медиков. К нам пришла замечательная девушка, наш куратор Екатерина Тюнина, которая нам рассказала про этот отряд волонтёров-медиков. Сказала, какие мероприятия, где мы можем принять участие. И, конечно, нас это заинтересовало. И так мы вступили в этот отряд. И по сей день проводим различные профилактические уроки в нашей школе. Да и не только в нашей школе. Ходим на различные слёты, на различные собрания. И вот самое важное мероприятие – это чемпионат по оказанию первой помощи, который прошёл в Москве всероссийский. А давайте вспомним, как это было у нас, когда был республиканский. То есть какие этапы вы проходили и как удалось победить, обыграть всех, так скажем, обойти всех и всё-таки стать победителем вообще по всей республике. Ага, сначала прошёл региональный этап чемпионата по оказанию первой помощи. И он проходил в три... Было три испытания, три этапа. Первое испытание – мы должны были оказать помощь пострадавшему, который находился в сознании. Точнее, без сознания, но у него присутствовал дыхание и пульс. Далее было тестирование. Состояло из десяти вопросов. И последнее испытание – это оказать помощь человеку, который находится без сознания, и у него отсутствует как дыхание, так и пульс. То есть сердечно-лёгочная реанимация. Как справились с заданиями? Как вообще всё проходило впечатлениями? Поделитесь. Ну, нам очень понравилось, так как мы на таком предприятии были первый раз. Вообще сложно это. Ну, нам показалось... Вы тренируетесь на манекене? Да. Ну, и друг на друге в том числе. К сожалению, в нашей школе нет такого манекена. Манекен Гоша, да? Манекен Гоша, да. Но нам движение первых дали возможность потренироваться на таком манекене. Вот вы на нём репетировали перед соревнованиями, да? Да. И, наверное, что нам помогло победить – это наша командная работа. Мы умеем прислушиваться друг к другу. Мы друг друга всегда поддерживаем. Даже если что-то идёт не так, мы всё равно друг за друга. Я думаю, это основное такое, что помогло нам выиграть. Ну, а сколько времени вы, так скажем, в теме? Сколько по год плюс-минус? Вот именно по первой помощи? Когда всё... Ну, сколько тренировались? Ну, вообще в отряде волонтеров-медиков мы находимся уже год. Вот пошёл второй год. А активно начали прям всё это изучать? И каким образом тренировались? Кто вас учил? Я знаю, что это были и онлайн-курсы, и... Красный Крест, российский Красный Крест. Ну, у них проходили различные мастер-классы. Это не онлайн, а то есть... Да, мы именно... Очно. Да, в офис российского Красного Креста, где нам показывали помощь... Первая помощь при ожогах, при растяжениях, при различных видах травм, сердечно-лёгочной реанимации, как её правильно выполнять. То есть, все основы. Там много оборудования специального, чтобы показать, как это правильно делать. Да. То есть, в Красном Кресте было, да? А какое, например? То есть, что там было? Ну, там был тот самый манекен Гоша. Гоша был, во-первых. На нем тренировались очень много. А также был специальный препарат, чтобы... Когда человек подавился. Подавился. Полное подавление. Как нужно специально нажать приём Геймлиха. И как должна вылететь вот этот вот застрявший кусочек еды или... Да, вот этот народный предмет. Ну, теперь, наверное, хочется услышать о том, как вы вообще съездили. Ой, это... С какого по какое число, напомните, вы вообще были? С 18 по 20 число. Да. Ну, я отправилась туда чуть раньше, так как у меня прошёл ещё вокальный конкурс. Ну, об этом чуть позже. Да, я ребят уже встретила в Москве. У нас телефоны за ножки есть. Примем и продолжим. Здравствуйте. Так, здравствуйте. Подождите, не отключайтесь. А можете мне тему озвучить вашу передачу? Мы сегодня общаемся с девочками. Волонтёры-медики, которые участвовали в чемпионате всероссийском по оказанию первой помощи. Понятно. Так, я бы вопрос задам такой. Волонтёры-медики... Как волонтёры вообще медикам помогают при лечении? При лечении? Спасибо. Спасибо, Игорь, за вопрос. А вы с медиками взаимодействуете? Ну, начнём с того, что мы ещё пока что ученицы всего лишь средней образовательной школы. Мы учимся в 11 классе. И пока мы не можем... Школу номер один, кстати, да. В начале программы забыла упоминать это. И, к сожалению, мы не можем работать в больницах и помогать больным. Но мы с нашими ребятами ходим к ветеранам. Мы им помогаем. Помогаем ходить... Ну, знаете, элементарные такие вещи. Помочь погулять, порадовать какими-то подарками. То есть это всё входит в наши обязанности. Пока что какая есть у нас возможность, так мы и помогаем. Также мы с нашим классом биолого-химическим ходили в больницу. Да, у вас направление там. Да, нам показывали экскурсию. Нам показывали, как делают операции. Что должен сделать врач. Помыть руки тщательно. Что ему надевают халат. Нам это всё показывали и объясняли, как это правильно делать. Вы были прямо на операции на какую-нибудь? На самой операции нет. Ну, то есть перед началом, да? Да, мы видели процесс подготовки. Подготовка к операции. То есть настоящая. Ну, и что вот самое основное, что входит в обязанности волонтёров-медиков, это проводить различные профилактические уроки. Как для учеников младших классов, так и для старших. И мы это делаем не только в нашей школе, но и в других. Мария, расскажите про себя, как у вас. Откуда такая любовь к медицине, помогать, лечить? Я с детства любила играть в доктора, я лечила всех, даже бабушку постоянно приходила в гости. Но я выбрала ведь направление ветеринарии. Я хочу поступить в Московскую государственную академию имени Скрябина. Это академия биотехнологий и ветеринарной медицины. Хочу поступить на факультет ветеринарии, так как я всю свою жизнь посвящаю тому, что пристраиваю бездомных животных. И с этим связано. Хочется их лечить. Ну, и здесь, в принципе, и любых животных, и к медицине сразу всё будет реализовано. Катя, расскажите, как у вас вообще, когда вы поняли, что медицина – это прям ваше? Тоже так интересно получилось. В моей семье никогда не было медиков. И у меня тоже эта любовь к помощи людям развивалась, наверное, так же с самого детства, как у Марии. Мне кажется, это изначально ты чувствуешь, твоё это или нет. И я достаточно рано определилась с направлением. Ну, я пока вот думаю по поводу двух направлений – это нейрохирургия и кардиология. То есть я считаю эти направления очень востребованными. И наша страна нуждается в таких специалистах именно в этой области. Приходилось применять какие-то свои навыки, помогая близким, родным? Ну, я не имею в виду что-то прям серьёзное. А так какие-то по мелочам что-то? Конечно. Ну, я думаю, у каждого были какие-то небольшие раны, порезы, ожоги. Пригождалось. Да. Ну, то есть вы уже год как в теме, так скажем, и уже знаете, в принципе, самые такие моменты. В таких ситуациях мы первые помощники. Конечно. А так, серьёзных ситуаций, слава богу, не было в нашей жизни, когда пришлось оказывать сердечно-лёгочную реанимацию или ещё что-то. Слава богу, такого не было. Сложно вообще было всему этому учиться, всё равно, не имея медобразования, какие-то такие моменты, ну, вот так вот, как с чистого листа, можно так сказать? Я бы не сказала, что можно. У вас были же знания, наверное, изначально, какие-то базовые школы и школы. У нас есть такой предмет, как ОБЖ, да, где нас учат основам таких вот жизненных каких-то ситуаций. А так, я считаю, что главное – это желание. Когда желание есть, человек научится абсолютно любому. Давайте вернёмся к чемпионату всероссийскому, на который вы недавно слетали. Как всё происходило? Я знаю, что там было интересно в плане того, что всё было очень реалистично. Взрыв в кафе, имитация того, что там и стёкла разлетелись, и земля, и люди, кричащие «помогите», актёры, да, я так понимаю. Расскажите подробнее про задания, которые вам предстояло преодолеть. Я начну с того, что нас сначала разделили по группам, все регионы. И вот мы были третьей группой. Мы познакомились со многими ребятами. И вот сначала было открытие в Лужниках. Потом было первое испытание. Это как раз ситуация в кафе. Был взрыв. Актёры, они кричали. Была паника у них. Надо было их успокоить, помочь, оказать первую помощь. И на каждую команду было выделено два человека. И надо было им оказать первую помощь. Нам достались брат и сестра. Брат без сознания, но он дышал. А сестра кричала, у неё было кровотечение. Но мы оказали первую помощь быстрее, чем остальные команды. Да, мы справились с этим заданием за 3 минуты 47 секунд. Хотя даётся 30 минут. Да вы что? А как так умудрились? Ну, знания. Мы очень оперативно, да. Я как командир. О, слаженная такая командная работа. Да, я сразу же разделила обязанности. Кто помогает, кто оказывает психологическую помощь, кто вызывает скорую помощь, кто проверяет общее состояние больного без сознания. То есть, всё сразу мы это распределили. И каждый занимался уже своей работой. Какие сложности были? Были сложности. Справиться с волнением, я думаю. Ну, там жюри, все на вас смотрят, да? А как это вообще? Это было в Лужниках? Да, это происходило в Лужниках. На каждом этапе был свой состав жюри. И для каждой команды... Мы разделились по 15, да, по-моему, команд. Да. И на каждую команду был выделен один специалист, который смотрел за порядком проведения работы. Соответственно, выставлял баллы. Было волнительно, чтобы что-то не так не сделать, да? Побольше заработать баллы. Конечно, тем более вот этот вот первый этап, он считался самым сложным. Ну, потому что здесь напрямую все вот практически навыки, которые у вас имеются, нужно было собрать в кучу и применить. Первое, что я сделала, это, конечно, успокоило своих девчонок, что все равно мы лучшие, как бы там что ни было, все равно мы уже здесь, это уже для нас победа. То есть у нас был только такой настрой. Ну, а если вспомнить, как проходила помощь вот здесь, то есть реалистично человек пострадал в кафе, где произошел взрыв, правильно? Да. Как вы оказывали помощь? Расскажите, как происходило? Ну, человеку без сознания мы проверили дыхание. Надо было поднести ухо к его рту. Считается тысяча один, тысяча два, тысяча три. И вот если этот промежуток совпадал с дыханием, то все хорошо, он дышит. Потом мы делали прием рычага, переворачивали, чтобы, не дай бог, что-то не попало. Это был настоящий человек, актер. Как они реагировали на то, чтобы с ними манипуляции проводить? Было профессионально очень. Да, но все равно кто-то там улыбался, еще что-то. Но мы понимали, что это живые люди, что такие эмоции тоже неизбежны. Я думаю, они тоже переживали. Ну да, довериться. Да. Вот его сестра кричала «помогите брату», который как раз лежал без сознания. Мы его перевернули, накрыли сверху одеялом, чтобы он не замерз. И, соответственно, дождались приезда скорой помощи. А сестре остановили кровотечение, накрыли также одеялом, чтобы тоже не замерзло. Там еще был второй сценарий? Там был второй этап, тестовая часть. Нет, нет, нет. А второй момент именно с практической частью? Да, был сердечно-легочная реанимация. Сердечно-легочная реанимация, да. Человек упал в парке. Мы его обнаружили, проверили сознание. Но там уже был манекен, так как оказывается сердечно-легочная реанимация на живом человеке. Это категорически запрещено. Участников было очень много. Из 89 регионов, я правильно понимаю? Да. Вы умудрились попасть в десятку. Для вас это такое серьезное место, так скажем. Хотя, как вы рассказывали, вначале расстроились, что призовые не попали. Но потом поняли, что это действительно высокий результат. Вами гордится директор. Вами гордятся все ваши одноклассники, все, кто учится с вами в школе. Вот, расскажите про соперников. Вы как-то успевали понаблюдать, посмотреть, как другие выполняют задания? Мы с ними познакомились. Да, мы знаем про их подготовку. И как раз таки хочется сказать, что первые три места заняли ребята, которые учатся в универсариуме при университете Минисечного. И, конечно, очень жаль, что в нашем городе нет такого универсариума, вообще каких-то специализированных школ или даже классов, которые бы целенаправленно готовили для поступления в определенные уже вузы. Так как у нас в классе, наверное, человек восемь точно собирается поступать в Москву в данный университет. Хотелось бы, чтобы у нас тоже такое. Открыли, сделали. Думаю, это было бы полезно. Ну, такие достойные соперники, с хорошей подготовкой. Да, соперники очень сильно. Но, тем не менее, вы в десятку попали. Это хороший результат, действительно. Уверенность. Мы туда ехали с уверенностью, с уверенностью, что мы точно, как скажем... Привезете что-то хорошее для республики. Да, мы изначально туда ехали с хорошим настроем. Немножко сначала погрустили, то, что они вошли в тройку, но поняли, что войти в десятку – это тоже достойный результат. И есть к чему стремиться. Далее вы же, наверное, не раз уже поедете туда. Но, к сожалению, данный чемпионат проводится только для школьников. А, ну... Но с нами ездила одна девочка. Ну, дальше же будут вести ребята, имеется в виду. Конечно. И вот как раз в нашей команде была девочка десятого класса, которая, я думаю... В следующем году. Да, которая после меня, я думаю, станет командиром. И она соберет достойную команду, с которой уже точно войдет в тройку. Что еще предполагал чемпионат? Помимо вот двух вот этих практических занятий, что еще выполнили? Была теоретическая часть. Она состояла из 25 вопросов. Также отводилось 30 минут на выполнение данного задания. В тестировании мы показали лучший результат. То есть из всех команд мы, во-первых, справились быстрее всех. Опять же. Да. Вы такие шустрые. Да. У вас вы друг друга, видимо, уже с полуслова, с полувзгляда понимаете, да? И по ответам, по баллам у нас самый лучший был результат. А сколько времени длился чемпионат? С 10 до 5 часов вечера. В течение дня, да? Да. И данный чемпионат предполагал не только выполнение вот этих вот трех этапов, этих заданий, но и также мы прошли различные мастер-классы от МЧС. Там было такое... Чему у вас учили? Такое интересное задание. Спасатели. Мы спасали акулу, которая тонет в замерзшем водоеме. То есть она провалилась под лед. И вот мы с Марией как раз выполняли это задание. Успешно справились. Спасли нашу... Интересно. Такое неординарное довольно-таки задание. Да. Ну, было интересно в любом случае. И прошли мастер-класс от первого медицинского университета имени Сеченова. Там нам тоже показали, какие бывают виды травм, как с ними бороться, что вообще делать нужно первым делом. И как оказать себе самую помощь первую. Да. Ну, при различных, да, тоже травмах. Расскажите, Мария, ваши впечатления от мастер-классов. Что понравилось? Что потрясло? Мне очень понравился как раз мастер-класс от... По акуле? Спасение акулы? Ну, это тоже понравилось. Но именно от университета имени Сеченова понравилось то, что еще сам ректор пришел и начал рассказывать нам про основы вот этих вот помощи. Да, он обратил внимание именно на нашу команду. Да. Понравилось. Было очень интересно. Мы даже новое что-то узнали. А что нового узнали? Ну, как раз оказать себе помощь при кровотечении, как наложить себе... Сейчас... Турникет. Турникет, вот. И нам также подарили аптечки. Вот, я как раз хотела сказать, что вы же приехали не с пустыми руками. Во-первых, у вас форма, да? Вот это она же, которую вам подарили? Это всем участникам подарили, я правильно понимаю? Да, абсолютно всем участникам. Ну, футболки наши. Футболки ваши, ну, кофточки. Бомберы, да. Вот, их нам выдали там. И также была аптечка, в которой как раз турникет. Правильно назвали? Да, турникет. Антисептик, бинт. И вот все, что нужно для оказания первой помощи. Турникет дает возможность самому себе оказать помощь. Так, как нам мастер-класс показывали ребята с военного факультета, факультет военной медицины, вот. То там как раз-таки учат тому, как оказывать помощь самому себе при различных хранениях. Вот как раз этот турникет ребята военные носят с собой. Вот. Всегда. И как раз показывали, как им пользоваться. Не знаю, пригодится ли нам, конечно, но случаи бывают всякие. Ну да, согласна. Так, что хотелось бы зрителям нашим и радиослушателям напомнить. Программа «Особое мнение». И сегодня с медиками, волонтерами общаемся. Девочки, кстати, сколько у вас человек в команде? Вы поехали на соревнования. Пять человек. На соревнования. Вот. Не так давно были на чемпионате по указанию первой медицинской помощи. Вошли в десятку лучших. Девчата представители первой школы Абакана с достойным результатом вернулись. И сегодня, собственно, делятся впечатлениями. И рассказывают вообще, почему их так привлекает медицина. Давайте дальше, наверное, перейдем. То есть у вас пять человек. И плюс. И плюс наш куратор. И ваш куратор. Она, к сожалению, сегодня не смогла прийти. Ну, как-нибудь тоже обязательно пригласим. Движение первых. Вот. Это у нас... Смотрите, медики-волонтеры, я правильно понимаю, оно входит? Да. Расскажите немного. То есть изначально вы в движении первых. Да. Изначально было РДШ, российское движение школьников. Далее решили объединить в себя и юнармию, и все направления волонтерской деятельности. И именно так появилось движение первых. Это создано при поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина. И я считаю здорово, когда все эти объединения существуют в одном таком движении. Что нету какого-то разделения. Вы, получается, были два дня. Два же дня? Три дня. Три даже, получается. Приехали, потом чемпионат на следующий день. И вот на третий день мы вечером ехали. Как вообще впечатления? Где-то успели побывать помимо чемпионата? Так как многие девочки первый раз были в Москве, мы, конечно же, первым делом поехали на Красную площадь. Все под огромным впечатлением. Также съездили на ВДНХ. Но, к сожалению, мы не успели попасть на выставку, так как у нас... Там как раз шла выставка, где наша республика тоже представляется. Мы не успели туда поехать в пятницу. Или когда мы приехали? В субботу. В субботу мы приехали, так как очень было долгое заселение. Мы были не в силах уже куда-то идти. И решили пойти в понедельник. Но, к сожалению, это один-единственный день, когда выставка не работает. Но мы все равно погуляли на ВДНХ. Мы увидели нашу елку в республиках Акасии. Мы все равно там пофотографировались. Очень здорово. Много эмоций с собой привезли. Подружились с кем-нибудь из участников? Может быть? Да. С кем-то обменялись контактами? При регистрации познакомились с участниками из республики Крыма. Также нашли Красноярский край. Познакомились. С соседей нашли. Да. С ними общались долго. Ну и на своем чемпионате, конечно. Вот у нас Ирина, это как раз десятиклассница наша, она жила в одной комнате с девочкой из Оренбургской области. А вот Оренбург как раз занял первое место. Ну там все так серьезно было. Там и книги с собой привезли по первой помощи. Большие такие толстые. И мы тоже сидели, так разглядывали, долго общались. Ну очень, конечно, интересно, когда вот у тебя есть знакомые по всей стране. А что вообще ваши родные и близкие, как относятся к вашей волонтерской деятельности, к тому, что вы в медицине обучаетесь уже со школьных лет, и что дальше хотите посвятить себя именно? Ну я уверена, что их переполняет гордость за нас, потому что тоже вот эта волонтерская деятельность, это либо дано, либо не дано. Не у каждого человека есть желание идти помогать кому-то, ни за что. То есть это просто, так скажем, зов сердца. И, конечно, я думаю, наши особенно старшие поколения, бабушки, дедушки, они очень нами гордятся. И поддерживают нас в всех начинаниях. А что вам ваши родители, Маше, говорят? Они поддерживают вас, что вы хотите животных лечить? Да, они всегда поддерживают. Они помогают мне пристраивать животных. Я вот с детства вижу какую-нибудь кошечку, собачку. Говорю, мам, пап. Они сразу понимают с полуслова, что все, сейчас будем пристраивать, находить. Да, а раньше Маша кошечек приносила прямо домой к себе. Ну, в принципе, все так делать начинают, пока там, ну не знаю, уже некуда. Смой кошка с улицы. Восемь лет со мной живет уже. Соседки своей пристроила кошку. Замечательно. Скажите, а вообще у вас как часто обучение проводится? Кстати, вот насчет онлайн-курсов хотела узнать. Вы же по медицине еще и онлайн проходили. Как это вообще? Ну, насколько это доступно? Насколько это удобно? Что за курсы вы проходили? Так. Все вот эти вот курсы, даже не курсы, так скажем, уроки, создают наши волонтеры-медики из ХГУ, которые к нам как раз-таки пришли вот с этой информацией, что есть вообще такое волонтерское объединение. И они каждый месяц нам отправляют темы, с которыми мы должны познакомиться, какие профилактические уроки мы должны провести. Но, соответственно, чтобы провести какой-либо урок, нужно сначала ознакомиться вообще с этим. И нам кидают различные видеоуроки, мастер-классы. Также мы встречаемся с нашими кураторами из этого отряда, где нам уже наглядно показывают, объясняют, что и как. В будущем планируется приобретение манекена? Пока еще не стояла такой оправдан. Ну, это такой пока наш секрет небольшой, который все скоро узнают. Хорошо. Что хотела еще спросить вас, забыла, мысль потеряла. Ну, если что, еще вернемся. Скажите еще по волонтерской деятельности. Что еще она у вас предполагает, помимо того, что вы в медицине? Ну, вот вы сказали, что помогаете ветеранам, правильно? Да, это также относится и к волонтерам победы. Вот, например, если человек участвует... Он, так скажем, если он волонтер-медик, то он может быть участником различных вообще волонтерских направлений. То есть, не обязательно он должен находиться только в одном. Ну, вот, например, могу сказать за себя, я и волонтер-медик, и волонтер победы, волонтер культуры. То есть, так можно? Да, конечно. Никто не ограничивает. Да, главное желание. А как вы везде успеваете? Ой, я, наверное, с самого детства... Так у вас сейчас выпускной класс же, да? Да. То есть, впереди экзамены. Вот. И как это все вообще успеваете везде, в трех волонтерских, так скажем, организациях? Значит, наверное, это мой такой... В школе учиться, готовиться к экзаменам, поступлению. Это мой привычный, наверное, ритм жизни с самого детства. То есть, если вот что-то убрать с моей жизни, это уже буду не я. Я уже буду понимать, что чего-то не хватает. Я уже привыкла активничать. Вот. И я думаю, это здорово. Жизнь так гораздо интереснее. Мне кажется, я бы больше уставала, если бы я сидела дома и ничего не делала. Ну, а также надо отдыхать от учебы, потому что у нас стресс. Стресс. Когда готовимся к экзаменам, надо как-нибудь разнообразить свою жизнь. И вот помогаем в волонтерской деятельности. Да. Так как мы не только работаем, но мы проводим время с друзьями со своими. Ну, в плане той же волонтерской деятельности. Общаетесь, активно взаимодействуете? Каждую среду у нас проходят собрания. Собрание движения первых с нашим куратором Дианой Александровной Шевченко. Вот. Где мы общаемся, где мы шутим, смеемся, но при этом все это совмещаем с работой. У нас есть определенный график дел, у нас есть определенный план, который мы должны выполнить. Ну, вот. За определенный месяц. Обсуждаем все мероприятия, каждый подкидывает свои какие-то идеи. Это очень интересно. На собрание приходят разные гости. Да. Как из правительства, так и какие-то звезды. У нас есть классные встречи, они так и называются классные встречи. Куда приходят как и наши депутаты из правительства, так и какие-то спортсмены, музыканты. То есть люди, с которыми мы можем пообщаться, задать вопрос напрямую. И они могут вдохновить нас на какой-то вот... Да. Мария, скажите, а вы в одной волонтерской организации? Или тоже стараетесь везде? Ну, я как раз начала ходить на мероприятия с Катей, так как мы очень хорошо общаемся. Расскажите, как попали в волонтерскую деятельность? Ну, то есть вас Катя пригласила? Как так вышло? Я всех к себе. Расскажите вот предысторию. Я стала ходить на собрание. Я поняла, что мне это очень нравится, что это мое, что это интересно. Как вы это поняли? Ну, что я прихожу на мероприятия, и мне хочется общаться с разными людьми, помогать им, помогать организовывать само мероприятие. Также узнавать что-то новое. Так как «Движение первых» — это очень большой проект. Да. Который штабный. Который поможет реализовать себя в будущем. Что нового? За это время вы уже много информации получили. Что для вас самое ценное из того, что вообще происходило за волонтерское время? Я начала больше контактировать с людьми, я начала больше общаться, стала более открытой. Появилось много друзей. Это очень важный момент. Да. Катя, скажите, вот у вас получается волонтерство, движение первых, волонтеры Победы и третье? Что вы еще там знаете? Волонтеры культуры. Вот, вот про волонтерскую деятельность, что касается культуры. Расскажете? Что касаемо культуры, ну, это предполагает у себя... Так как я с самого детства занимаюсь вокалом, то я выступаю на различных мероприятиях. Меня приглашают, я с удовольствием соглашаюсь, я пою как у себя в школе, так и на различных правительственных мероприятиях. Участвую в различных конкурсах, где как раз-таки вот на вокальных конкурсах волонтерами являются как раз-таки вот в направлении культуры. Вот, где я тоже неоднократно принимала участие в роли не только участника, но и волонтера. То есть, я, например, не знала, что у нас волонтеры культуры... Ну, не так часто, так скажем, снимаем сюжеты, да, и приглашаем на эфир. Поэтому была интересна именно деятельность именно волонтеров культуры. Расскажите немного про увлечение вокалом тогда. Вы как раз, когда ездили на чемпионат, у вас там что-то еще с вокалом было связанное в Москве. Что-то происходило как раз, да? Был конкурс военно-патриотической песни, который назывался «Красная гвоздика» при поддержке фонда имени Иосифа Кобзона. Что касаемо моей вокальной, музыкальной деятельности, я с трех лет увлекаюсь вокалом. В первый раз я участвовала в конкурсе как раз-таки в три года. В три года уже в конкурсе участвовала? В Москве, да. Еще и в Москве. Как это произошло? Честно, я вот... Такая кнопочка, я уже в Москву поехала. Да. У меня был такой репертуар очень веселый, зажигательный. И мне кажется, во мне вот этот вот артистизм был с самого детства. Вот. И родители меня действительно отдали в нужное направление для меня, в котором я именно раскрылась. Я окончила музыкальную школу имени Кинеля. Вот. Хоровое отделение. Окончила его с красным дипломом. Как вы все успеваете? И пришлось немножко забросить вокал, но все равно для себя я пою, занимаюсь. У меня дома есть музыкальный инструмент, на котором я часто играю. Пишу, сочиняю различные мелодии. Меня это вдохновляет. Вот. И приносит такие результаты. Я предлагаю прямо сейчас прерваться на сюжет. Это как раз наш последний сюжет, что касается чемпионата всероссийского, где вы делились впечатлениями. Думаю, что коллеги уже готовы поставить. И прервемся, и потом вернемся в студию. Не переключайтесь, смотрим пока сюжет. В ней лежат много приспособлений для оказания первой помощи. И вот такой один из них – это турникет. Он действует как жгут. То есть ты можешь сам себе оказать первую помощь. Уставшие, не выспавшиеся, но счастливые и довольные результатом. Они долго и кропотливо отрабатывали на манекене Гоши различные манипуляции. От остановки кровотечения до непрямого массажа сердца. Девушки из отряда волонтеров-медиков Абаканской школы номер один на днях вернулись из Москвы, где защищали честь республики на чемпионате по оказанию первой помощи. В столичных Лужниках развернулась нешуточная борьба, в которой доказывали свое превосходство почти полтысячи детей из 89 регионов России. Было очень большое волнение, столько команд. Но мы были уверены в своих силах, были уверены в том, что мы войдем в десятку. Конечно, сначала немного расстроились, что не заняли какое-то призовое место. Но все равно мы знаем, что для нашей республики мы победители. Это главное. Впечатления у нас остались, конечно же, самые лучшие, потому что побывать в городе Москве и, естественно, представить нашу команду республики Хакасия для нас это была очень большая честь с девчонками. Девчонки хорошо прям все рассказали, показали. То есть там были очень много классных ситуаций интересных. Не растеряться в экстренной ситуации и спасти жизнь тем, кто оказался в беде, чемпионат проходил в течение двух дней. Юные медики блеснули знаниями по теории, а еще показали практические умения при моделировании чрезвычайных происшествий, в числе которых ЧП на улице и в разрушенном кафе. В качестве пострадавших не манекены, а живые люди. Нужно было каждой команде помочь двоим пострадавшим. Первое – это было кровотечение, и второй человек лежал без сознания, но с дыханием. Все было очень правдоподобно, была там земля раскидана, как будто бы лежали стекла, но стекол не было, ну как будто бы. Да, и мы сориентировались и все сделали правильно. Медицинские навыки девчонки обретали в школе, дополнительно сами проходили различные онлайн-курсы. Все они учатся на биохимическом профиле, и каждая мечтает связать свою профессию с медициной. Когда дети принимают участие в разных проектах, это ведь и развитие их, это и новые друзья, это в конце концов такое самоопределение ребенка. Поэтому ну как не гордиться? Школьницы признаются, участие в чемпионате сделало их уверенней и сильней. Не хватает лишь победы. Десятка, конечно, результат хороший, говорят девчонки, но надо вновь заявляться и привозить уже победу. Верят, что этого добьются те, кто примет их эстафету, ведь этот год для многих участниц команды – выпускной. Надежда Савельева, Зураб Кабахидзе, Новости. 17.37 мы продолжаем программу «Особое мнение». Меня зовут Надежда Савельева. В гостях у нас сегодня волонтер-медик Екатерина Бондаренко, Мария Руденко. Обсуждаем, как съездили на чемпионат всероссийский по указанию первой помощи. Девочки поделились впечатлениями. И, кстати, напомню для тех, кто, может, только присоединился, что наши девчата заняли команда, вошла в десятку лучших среди 89 регионов страны. Давайте продолжим по волонтерской деятельности, на чем мы остановились до того, как уходили. Ну, вот у нас Мария Руденко стала призером проекта в гостях у ученого, да, и завтра будет у вас защита. Расскажите, что это за проект, как вы в нем приняли участие, что представили и что вам предстоит завтра уже защита и так далее. Я увидела этот проект на сайте Движения Первых. Там представлены разные проекты. И вот так как это моя сфера, сфера науки, я решила поучаствовать, подать свой проект. И я стала призером. Завтра будет открытие, защита проектов, и будет проведена экскурсия по различным университетам Хакасии. Скажите подробнее про свой проект. У меня проект называется влияние успокоительных веществ на жизнь школьников, так как мне стало интересно, почему школьники употребляют успокоительные вещества, так как экзамены все равно успокоительные же действуют на нервную систему. И, ну, вот ты, допустим, принял успокоительное вещество, и у тебя мозг затормаживается, ты можешь забыть информацию нужную. Я вот пыталась выяснить, зачем они принимают, хотя знаю, что могут забыть, что нужно при экзамене. Да, поэтому как раз успокоительные, насколько я знаю, не рекомендуется прямо перед экзаменом употреблять. Да, вот нельзя самим справляться. Вот я исследовала, как можно самим успокоить себя без... Без препаратов. Да. И вот завтра будете об этом? Да, расскажу про это. А что еще предполагает завтра? Во что, будет экскурсия в университет, по-моему, да? Да, скорее всего, это как раз в области медицины все будет. Нам расскажут про различные факультеты, ХГУ. Кроме того, в рамках волонтерской деятельности вы также принимали активное участие в бульваре выходного дня. Все лето он у нас проходил на проспекте Ленина. Вот расскажите. Мы с Катей вместе принимали участие в этом волонтерском мероприятии. Я считаю, что это очень хорошая идея. Что вы делали? Перекрыть дорогу как раз, чтобы люди могли спокойненько прогуляться и летом, в воскресенье, с семьей найти что-то общее, найти какие-то мастер-классы. Да, мы показывали людям различные локации, спрашивали, что именно их интересует. Ну, в общем, пытались задействовать абсолютно каждого. Чтобы люди не просто ходили, не понимая, что тут вообще делать, чтобы каждый был в чем-то заинтересован. Это была наша, наверное, основная задача. Вы от Движений Первых? Да. У вас площадочка была. Ну, то есть к вам могли подойти и что? Отдельной площадки Движения Первых там не было. А как было? Да, все волонтеры, они были от Движения Первых. Вот, так как я сказала, что все волонтерские объединения как раз-таки подразумевают Движения Первых. Мы были раскиданы абсолютно по всем площадкам. Вот, очень часто волонтерили у сцены. Много артистов, много людей, и нужны были такие люди с опытом там, чтобы понять, помочь как людям. А каждое воскресенье там менялась тема, менялись цвета. Вот, допустим, белое воскресенье, оранжевое. И все волонтеры одевались в стиле этого воскресенья. Да, концепция менялась каждый раз. Вы отдельно приходили, как-то была возможность. Вы абсолютно каждое воскресенье были задействованы? Да. Было такое, что вы могли просто пойти сами прогуляться? Ну, это просто то, что мы можем не только волонтерить, но и гулять. Параллельно, да? То есть, совмещая. Это никто не запрещал. Это, наоборот, даже приветствовалось. То, что, чтобы начать волонтерскую деятельность именно на бульваре выходного дня, нужно было сначала ознакомиться с этим всем. Вот, чтобы понять, куда людей отправлять, как их вообще заинтересовать. Вот, поэтому... Ну, а с какими вопросами к вам подходили вообще? Как это все происходило? Чаще всего, наверное, подходили с вопросом, какой вообще, ну, как сказать... Программа? Да, программа. А, ну, то есть вы как такие гиды? Да, да. По бульвару, да, выступали? И вы прямо вот возили, говорю, ну, вот, смотрите, вот здесь вот мастер-классы, пойдемте и провожу. Да, к нам могут подойти абсолютно каждый, да, провожали, конечно. И следили за самой организацией, чтобы не было проблем, чтобы не мешали никто актерам, чтобы не мешали людям. За порядком немножко так, да? Да. Чтобы все было. Я сама принимала участие в роли артиста. Вы пели? Да, я неоднократно пела. На День семьи я принимала участие, пела на сцене. Просто показывала свои какие-то творческие номера, ну, в обычные дни. Кстати, хотела вернуться. Мы немножко ушли от темы, когда рассказывали про то, что в три года первый раз поехали. В Москву? Да, в Москву. А что было за конкурс? Честно, было очень давно, не помню. Но у меня лежит грамота до сих пор, точно помню, с этого конкурса. Но в три года у меня, наверное, не было никакого волнения. Я даже, наверное, не представляла вот таких вот масштабов, где я вообще стою и пою. Наверное, у меня даже представления еще тогда не было. И вот в три года, как я первый раз встала на сцену, так и до сих пор. Замечательно. Смотрите, знаете, еще хотелось спросить. У вас в классе биохимическое направление, правильно? Да. То есть у вас в рамках этого, ну, понятно, что это химия, биология. Чему еще вас обучают? Что вы какие знания приобретаете, которые вам действительно пригодятся при поступлении? И вообще в будущей профессии? Ну, во-первых, это больше часов добавили к изучению химии и биологии. Во-вторых, у нас совершенно другие учебники. То есть более углубленные изучения. То есть отличаются от остальных классов, да, учебная литература? Да, что по биологии, что по русскому языку, так как русский язык, он тоже нужен при поступлении, так и химия. Но, допустим, в социально-гуманитарный класс у нас есть, там вообще нет такого предмета, как химия. То есть все зависит от профиля. Какие предметы вам больше по душе из профильных? Ну, я больше такого гуманитарного склада ума. Мне очень нравится литература. Недавно писала олимпиаду региональную по литературе. Как успехи? Сегодня 28 число? Еще. А, или завтра. Завтра будет 28, да. Вот, завтра будут проверять наши работы. Завтра будут проверять. Тоже так волнительно. Но я думаю, я хорошо справилась. Надеюсь тоже стать призером. И очень люблю биологию. Нравится все вот эти нюансы уточнять. Потому что биология – это такой предмет, так скажем, если в химии все четко структурировано, то в биологии очень много нюансов, которые ты должен учесть, особенно при сдаче ЕГЭ. У вас, Мария, какие предметы? Ну, мне нравится больше всего биология, так как я ходила в художественную школу. А как это все это? Я рисовала строение человека, строение животных. И вот как раз... Это по своему желанию, да? Да, и я полюбила биологию. Когда я рисовала, я изучала, что где находится. Мне стало интересно. Ну, замечательно. Теперь давайте так вот плавно перескочим на слет движения первых. Он у вас уже прошел. Да. Поделитесь впечатлением. Давайте вообще расскажем, что это такое, что на нем происходит. Слет движения первых – это слет активистов. Но в этом году, так как мы уже такие старички, скажем так, хоть движение молодое, но мы там с самого начала, и поэтому мы были организаторами. Вот. Мы помогали в организации, были ведущими для ребят, которые пришли туда в роли участников. Были различные локации. Я думаю, Маша более подробно про них расскажет. В начале была вступительная часть. Мы услышали напутственные слова от главы нашего города, от Татьяны Евгеньевны Карташовой. Также спели гимн движения первых. В общем, зарядили наших ребят на этом слете. И выступили с флешмобом еще в движении первых. Нам споете гимн? Или не готовы так? В студии. Ну, понятно. Мария, расскажите подробнее про... Я была как раз наставником. Я ходила с группой, 20 человек. От каждой школы было выделено несколько активистов. Их все перемешали, чтобы они смогли пообщаться, познакомиться с новыми людьми. И вот было всего 5 наставников, то есть 100 человек. И вот я вводила 20 человек за собой. Я их вводила по локациям. Были локации, связанные с сферой IT, сферой киноиндустрии. Это вот как раз куда я вводила. Были также занятия, связанные с военной тематикой, с изготовлением флага Хакассии. Ну, ребятам очень понравилось. Они познакомились друг с другом. Кто-то раскрыл себя, показал свои возможности. А самый первый слет помните? Да, он был в том году. Не помню число. Но он тоже проходил в ноябре. А тогда мы были в роли участников. Если честно, вот именно с того дня мы еще и влились в юнармию. Так как мы познакомились с ребятами из юнармии, да. Мы еще и в юнармию вступили. Тоже было очень много спикеров, очень много локаций, где мы могли предложить какие-то свои идеи. Но все это было не просто в разговорном формате, а в таком вот соревновательном виде. Кто там больше подкинет идей. Вот все вот в таком духе. То есть каждый должен был раскрыть свой потенциал и понять, в какой сфере ему дальше вообще идти, и что ему нужно. И от каждой команды был представлен номер свой. Мы его очень долго готовили. Да. Но мне понравилось, как мы выступили. Да, мы заняли тогда третье место. Тогда тоже были команды со всех районов. Вот мы достойно представили наш город и заняли третье место. Поздравляю. Смотрите, еще инклюзивные мероприятия для детей с ограниченными возможностями. Это тоже. По вашей части расскажите немного подробнее. Да, мы с Машей сами изъявили желание помогать детям с ограниченными возможностями. Это все началось с того, что мы просто искали какие-то мероприятия и увидели, что есть отдельный инклюзивный центр. Нас это заинтересовало, и решили попробовать, как вообще-то. Но пришли туда, и вот у нас эти дети настолько сильно, так скажем, залезли к нам в душу, что мы не могли пройти стороной. И по сей день мы ходим на эти инклюзивные мероприятия, чтобы помогать им. Мы там с каждым знакомы, потому что ребята практически одни и те же. Они нас видят, они радуются. А куда, получается, ходите? По разным? По разным абсолютно локациям. Это, так скажем, закрытые мероприятия, где очень мало человек, в районе 10 ребят. Это либо кино, то есть просмотр фильма какого-то, либо просто какая-то дискотека для детей. То есть вы прописываете сами сценарии и все это? Или как? Мы помогаем организаторам в прописывании сценариев, да. И когда приходим туда, уже смотрим, чтобы каждый ребенок был задействован. Они нас уже не стесняются, они нас знают. Ну, это как раз мероприятие можно искать на сайте добро.ру. Заходишь, ищешь свой регион, и там у тебя показан список мероприятий. И подойдешь заявке согласно возрасту. Вот, там есть 18+, 14+, есть неограниченный возраст. И вот, и участвуешь в мероприятиях. Замечательно. Смотрите, вы ранее рассказывали о том, что обучаетесь с первой помощью, и потом далее сами проводите занятия. Я же правильно поняла? Да. А проводите с кем? Либо для учеников младших классов. То есть наша абаканская школа? Да. То есть берете Гошу? Ну, там, ваш же он... Ну, все зависит от того, какая у нас тематика. Там как и сердечно-легочная реанимация, так и различные травмы. Все зависит от того, чему нас обучили. То есть это детки такие, младшие, так скажем, да, Да, но для своей параллели мы тоже неоднократно проводили. Лекции. Лекции, да. Ваша школа, как у вас? Ваши, так скажем, одноклассники, да, из параллельных классов воспринимают в качестве педагогов, можно сказать. Они заинтересованы. Они заинтересованы, да. Все нас очень внимательно слушают. Нет такого, что кто-то сидит, занимается своим делом. То есть мы пытаемся привлечь каждого. И как раз-таки волонтерскую деятельность тоже благодаря этим занятиям к нам подтянулись другие ребята. Маленькие детки как? Получается у них? Маленькие детки, ну... Началка, да, получается, если? Начальные классы. Да, они тоже, конечно же, заинтересованы, вот. Но волонтерская деятельность именно волонтеров-медиков, я думаю, они еще пока не созрели для этого. Найдут себя, поймут, что им нужно, и тогда уже будут участвовать в мероприятиях. Да. А возраст волонтеров-медиков? От какого возраста у нас желающие могут вступать? Вообще в движение первых вступают от 6 до 18 лет. От 6? Да, соответственно, в отряд волонтеров-медиков можно тоже вступить вот в мероприятиях. То есть ограничений, в принципе, каких-то таких нет, было бы желание? Да. Ну вот это именно движение первых. Далее, если тебе исполнилось 18, то ты уже становишься не участником, а куратором движения первых. При этом ты также продолжаешь быть волонтером-медиком. Ну то есть дальше продолжаешь свою вот эту волонтерскую деятельность в том или ином направлении. Просто уже не в роли участника, а в роли куратора. Сейчас у нас в современное время все любят снимать какие-то ролики, обучать. Скажите, вы как-то, ну так как вы хорошо владеете методами оказания первой помощи, не делайте какие-то ролики сами? У себя ничего? В соцсетях? Мы думали над этим. Мы даже делали. Уже пытались, да? Реоприятие. Да. Мы в актовом зале, помнишь, проводили. А, да. Я вспомню. Реоприятие. Расскажите. Это был такой онлайн-конкурс. Вот тоже как слет, но так как было очень большое количество человек, не смогли его провести в очном этапе. В очном формате, точнее. Ага. А вот. И также проходило это все в три испытания. Вот. Тестирование. Потом мы должны были обыграть сценку с больным. Вот. Тоже как мы ему оказываем помощь. И еще что-то было в виде игры. В общем, в виде квеста. Вот. Тоже уже точно не скажу. Вот. Вот мы как раз снимали сам сцену. Снимали? Сцену. У нас был выдан сценарий. Катя распределила роли. И вот мы сняли. Но тогда у нас был задействован практически весь биолого-химический профиль наш. Ну, ну, вроде. Потому что, ну, вот конкретно моя команда, она состоит из пяти человек. Вместе с нашей Анастасией Сергеевной. Вот. Она шестая, куратор. Но в отряде волонтеров-медиков практически весь наш класс. Ага. Ага. Вот. Ну, а те ребята, которые поехали со мной, это лучшие. Это самые активные. То есть, в планах все-таки есть какие-то ролики уже, может быть, делать самостоятельно? Да. Обучать. Мы думали, конечно, над этим, да. Куда-нибудь в соцсети, на страничку размещать. Да. Почему нет? Я думаю, это полезно будет. Как считаете, вообще важно каждому уметь оказывать первую помощь и почему? Конечно, безусловно, важно, так как никто не застрахован от того, что такая ситуация не произойдет в его жизни. Я думаю, лучше знать алгоритм оказания первой помощи, чем просто сидеть и думать, а что же делать, когда буквально считанные минуты идут уже. А что для вас самое сложное вообще? Какая помощь оказания самое сложное? Вот уже на практике, когда вы это все репетировали, да? Мне кажется, это наложение шины при повреждениях ноги, руки. Там сломано что-то, это надо перевязать так, чтобы не повредить еще и не сделать хуже. Да, нет такого что-то сложное, что-то легче, везде свои нюансы. Это все сложно, это просто нужно понимать, знать, знать алгоритм действий. Ну что же, у нас эфирное время подходит к завершению. Хочу напомнить, что сегодня в прямом эфире у нас Екатерина Бондаренко и Мария Руденко. Девочки не так давно со своей командой ездили в Москву, принимали участие в чемпионате по указанию первой помощи, попали в десятку лучших, тем самым прославив нашу республику. На этом останавливаться девочки не хотят, дальше продолжат, так скажем, ваше дело те, кто дальше вступит в эти ряды. И дальше, я думаю, что вновь поедут на чемпионат уже другие ребята, которые будут представлять нашу республику. И будем надеяться, что уже привезут призовые места, продолжат ваше дело. Вот, я вас поздравляю с тем, что вы вошли в десятку. Обязательно еще как-нибудь увидимся. Спасибо, что пришли к нам. Всем всего хорошего и до свидания. До свидания.